Здравствуйте. Добрый вечер. Игнатий Тихонович, очень много о вас читал и смотрел роликов с вашим участием. Рад с вами познакомиться. А я смотрел ваши ролики сейчас, там Артемия, где вы были, с какими священниками, снимали там Шевхунова, там Патриарха, все посмотрел. Поэтому, если вас будет интересовать мое мнение, спросите, но только сразу, чтобы без обиды было. Потому что мы разговариваем с такой целью, чтобы расстаться не хуже было, чем когда встретились. Да, согласен. Нет, я знаю все претензии, которые есть у людей, которые внутри церкви находятся. Но вы должны понимать, Игнатий Тихонович, что снимаю я, конечно, для людей, которые вне церкви прежде всего, им приходят. И поэтому эти фильмы, я знаю, что для церковных людей, производят впечатление несколько поверхностных. Я не так поверхностно знаком с ситуацией в церкви, в русско-православной, как может показаться из моих фильмов. Поэтому я спокойно воспринимаю критику. Ну, давайте, у вас какая будет тема, что вас интересует. Потому что там, где вы беседовали, я первую встречу вашу увидел, когда там сидит какой-то священник с крестом. Там, я не знаю его фамилия, и между вами кто-то еще сидит. Я сразу скинул, говорю, вот этот бритый на вас, он правее этих обоих со священниками. Когда вы там говорите им о чем, но с вами работы никакой не было. А они там видно, что крутят, вертят. Надо признать ошибку, начинать бороться, устранять и двигаться вперед. Они всю эту мусорную, говорится, торбу тащат за собой. Это Волков, бывший пресс-секретарь патриарха Кирилла. Вот так. Тот самый священник. Ну, ясно дело, что... Мне, кстати говоря, потом после этого ролика написали многие священники, которые находятся в Лоне РПЦ, написали слова поддержки после этого видео. А дальше этого не пойдет. Поддержка еще не поражается. Никак. Вот мы конкретно, я вам скажу, вот мы заходили в храм, у нас один Покровский собор был в Барнауле, а теперь их, наверное, в церкве 15. Ну, вот мы стояли, идет торговля, люди ходят. Ну, никто за порядками смотрит. У нас священники, которые проповедуют, они не глядят, что делают. Он как соловей на веточке поет. Вот мы думали, что можно сделать, чтобы каноны работали, было по правде, не за деньги, чтобы видели нуждающихся, была проповедь. Ничего нельзя сделать. И тогда открывались в Русской Православной Зарубежной Церкви, и в это время у меня брат, он пресвитер, ну, протеерей, и мы открыли, зарегистрировали. Ну, у нас в патриархии прекрасные отношения, тут митрополит Сергий в Барнауле, Иванников, патриарши, ну, с ним, а до этого был, там отношения никак не складывались. Они свое преследовали, а это так, мы деревню строим православную, и он приезжает два раза в год на престольный праздник, День деревни. И во время службы, а я чтец, ну, какой это, это нефрейтор, чтобы сказать, он просит меня, скажите, Игна Тихонович, проповедь, при митрополите, чтобы мирянин говорил, проповедь этого нигде нету, и только здесь, они во всем мире нигде нету, и никогда не было. И сидят-ка за столом, я первый выйду, и он в углу как сидит, столы вот так идут, а уже ему говорят, ну, стоит, ждет, он на меня, я говорю, благословите. А он договорит, ну, сейчас, говорит, всем достанется, а больше всего мне, митрополит-то. А сейчас, я читал про вашу общину, сейчас несколько человек, я читал статьи, наверное, пяти-шестилетней давности, там речь шла о 50-60 членах общины, сейчас сколько у вас в Потеряевке? Я не знаю сейчас сколько, там я в городе нахожусь сейчас. Дело в том, что я здесь в городе, а 10 июня, день рождения как раз, я уезжаю в деревню, 10 октября через 4 месяца возвращаюсь в город. А там мы работаем, восстанавливаем пруды, дороги, все за свой счет. Это громадная стоимость стоит, даже не выскажешь. Начинали по полгектара все, а сейчас вот в этом году у нашего староста было 1200 гектаров уже. Мы практики, вот я практик, я не теоретик. Хотя теорию знаю, все, но послание Якова 2.18 написано. «Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих, ибо вера без дел мертва». Вот и все. Вот я студентом, я много вел занятий лет, в пяти университетах, в тринадцати школах. Это все бесплатно делал. Пять отделов милиции, городское, краевое и УВД Барнавала, воинские части всего края, все заводы и фабрики, и три радиопрограммы еженедельно, одна онлайн-часовая. Это моя паства. И при том, я нигде ни за деньги ни одного рубля не получил. В Ютубе у меня три канала, на одном 22 тысячи роликов, 64 миллиона просмотров. Но меня это не касается, я просто цифры называю. Главное, когда душа приходит к Богу. Я вот сразу хотел спросить, у вас дома такая книга есть? Есть, есть. Вы часто читаете? Не так часто, как хотелось бы, но если в общей сложности брать, ну, наверное, может быть, раз в десять читал и перечитывал. Но не так часто, как хотелось бы. В Библии Иисуса Новина 1.8 написано, «Да не отходит книга сия от уст твоих». Не отходит. «Но поучается мне день и ночь, дабы в точности исполнить сказанное здесь». А в 1-м темопе послание апостола Павла 4.16 говорит, «Вникай в себя и в учение, вникай в себя и в учение, и поступай так постоянно. И поступая так, спасешь себя и слушающих тебя. Другого пути нету. Вот это все, что сегодня за лайками гоняются, цифры, это все пустое. Если душа не обратится к Богу. К Богу, по Евангелию, я обратился 23 года после службы в армии, когда работал на Балтике. Говорят обычно, как? Ну, какая-то беда была, заболел. На Балтике работаю. Сто процентное здоровье. Там хирикам делать нечего на море. В это время я поступаю в высшее мореходное училище. 14 человек конкурс, я его свободно прошел. Сразу добиваюсь разрешения у комиссии сдать 3 курса за год. По выбору комиссии на одном из трех иностранных языков. Результат. Я бы был не кочегаром. И в это время я осознаю, что внутри меня пустота. Я умру, и что это? И в это время сошел на берег я там в кино сходить. А Бог меня поймал на крючок. Я что, любил? И он меня на этом поймал. Я любил бабушек. Они такие забитые, там кусочка просят. Я гляжу, бабка несет сумки. Я подскочил, баба, давай помогу. За сумки ее. И спрашиваю, а где молятся у вас? Она говорит, а вот какое-то здание. Ты посмотрела, крест четырех, конечно. Это литеране были. И дальше вот тут у меня и было. Встретился с людьми, которые дали им ангелем. Мне не надо было уговаривать. Я с детства знал, что Бог есть, суд Божий. Поэтому меня Господь спас от женщин. От всего, что я за 82 года мне ни одного мата еще не сказал. Ни одной таблетки не съел. Ни разу намордник не надел. Я просто, чтобы вы знали, с кем разговариваете. И в это время уже я через полчаса только одно, только помолиться. И мне сразу Бог дал рождение свыше и крещение Духом Святым. Моя жизнь мгновенно вся изменилась. Я в это время занимался на семи языках самостоятельно. Беседовал, проповедь говорил там по-немецки. Я на коленях получил эту новую жизнь. И вернулся на корабль, я только через фальшборд перешагнул первого матроса и говорил, Христос умер за нас. Он зовет нас покаянию. Надо для него жить. И наутро весь караван кораблей узнали. Лапкин сошел с ума. Я последний раз освободился. Только в 87 году. Я знаю, что у вас дважды. В 80-м, в 86-м. Да, и в 87-м году. А реабилитировано в 92-м. Только. По какой статье? Это распространение материала порочных. Суприм. 190 Прим у КРСФСР. Распространение заведомо ложных измышлений порочных общественных государственных строй. А как? Я говорю, о раскулаченных. Не было. Как не было? А я архипелаг ГУЛАГ среди 50 томов книг насчитал в это время уже. И архипелаг ГУЛАГ. А у меня тон-студия была. Там 10 магнитопонов одной кнопкой срывались. Маяк 205. Скорость 19 сантиметров. А слушать на 4,7. И две дорожки туда-обратно. У меня кухня работала. Там Златоуст, Библию, на всю страну распространил. Ну и положили конец этому. А тем более теме масонства я посвятил 14 лет. Что сейчас делается? У меня все уже было сказано. 38 томов за 9 лет вышло. А 4 тома у меня стихотворения. Каждый том 800 страниц. Каждое стихотворение 36 строчек эпиграфы из Библии. И один 9 лет назад написано «Апокалипсис». И последние строки такие, как «Сатана выковывает вирус». В ретортах и пробирках под названием «Гриб». И говорят, откуда вы знали? Я ничего не знал. Меня рука выводила только. Во время молитвы я показываю, как стихи. Вот в литературном институте я считал. Там Лев Ашанин был. Откуда у вас такие стихи-то? Никто не пишет на это. 36 строчек. И напротив каждой строчки указана книга, название, глава и стих Библии. Откуда взята мысль? Это в мировой практике никогда нигде не было. И вот здесь во время моления у меня как будто строка вот здесь проплывает. Я не вижу ничего. Я ее чувствую. Я прямо во время моления сразу записываю одна строчка. Все. Молимся. Бывает вторая строчка. Это два стихотворения. Дальше я могу с закрытыми глазами написать 35 строчек ниже. 3465. Это по 500 листов, которые продают бумага, печатная А4. Это 7 пащек. 7 и выше. Это за 9 лет. И ни одной помарки в черновиках нет. С чистого листа все пишется. Я не знаю. А как это так? У меня нет на это ответа. Почему мы в 4440 встаем на молитву всегда? Я не могу ответить. И в 4440. И вдруг я узнаю Мария Тереза, там другие. 440. Не в 4, не в 5. А как только меня посадили в тюрьму, стал вставать в 4. И в очко смотрят. По мне часы сверяли. Я как руку положу вот так, вставать. Подъем-то в 6. Там в 7. А я в 4 всегда. И вот лег. И даже не пошевелюсь. В очко смотрят. Вот смотрите, говорит. Сейчас. Сейчас. Вот сейчас встанет. В 4 я сразу встаю. Как меня кто-то толкнет. И дальше молитва. Я день разбил на 5-6. На 4. По полтора часа молитвы. Псалтырь за 2. Дня просчитывается. И вместе с этим Новый Завет. За неделю полностью Новый Завет. То есть у меня был особый строй. Сколько людей там покаялось. Охранники откроют дверь. С двух этажей у дверей стоят. Я спрашивал, кто сидели люди. Ни у кого не было этого. Никто. Сколько людей покаялось. Вызвали прокурора по надзору. Меняют показания. Пойти на любые страдания. Мы ко Христу пришли. Я все это рассказываю, когда они как сказку слушают. Это Бог делает. Повторяю. У меня нет гуманитарного образования. Ни религиозного. Я просто люблю Господа. И вот что нужно, я прошу. У нас по интернету идет молитва. Каждые два часа. Из разных стран люди. Из Америки, из Германии, Италии. Из Ливана приехала сейчас. И каждый год у нас крещение в озере. Оно должно быть троекратное, полное. Везде в церкви нарушается. У нас бесплатно это все делается. То есть мы имеем, что показать. Конкретно. Вот говорят, в стране, это будто бы Нургалиев, министр внутренних дел, сказал. Три с лишним миллиона беспризорных. Вот это проблема. Я слово проблема студентам говорю. Я исключил из лексикона. А как? Нерешенный вопрос. Двумя словами за меня. Нерешенный вопрос. Я сразу образую детский лагерь. Конкретно. Образую его. В отделе юстиции регистрирую. Устав там все находится. И я его директор без смены. 45 лет. И плюс 3 года в ином формате. Почти полвека. Бесплатно. Я обслугу набрать волонтеров. Построить здание для них, где жить, ночевать. Кормить. И ни одного повреждения. Ни одного больного, который бы уехал больной. Больные приезжают, здоровые уезжают. То есть мы конкретно можем показать. Это тысячи детей подняли. А то, что они там священники, где говорят, у них ничего нет. Нельзя так. Бог спросит меня по делам. Вот почему в Евангелии от Иоанна 12.48 написано. Господь говорит. Прямо говорит. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Я эти слова как прочитал, я понял. Вся остальная грамота, все мне не нужна будет. Бог будет спрашивать по слову. Я все связал и в подвал бросил. Я началась жизнь спрашивать. А сколько вы за Библией проводили? Ну, в такие дни, где-то часов в 6-8. А выходные в 10 часов. Через три с половиной месяца я уже проповедовал с кафедры. Как говорят, фанатик плохо. Фанатик – это здорово. Это готовый умереть за свою идею. Посмотри, что он означает. Или вот говорят, вот такой-то человек. Там вот он начинает говорить. Ты смысл слова дай. Проведи ревизию души. Для чего это все? Вот это, что мы делаем тут, это все прахом пойдет. Если не будет, по слову Божию. Раз по нему Бог будет судить, повторяю, 12-48 Ивангелия Татьяна, все остальное не имеет никакого смысла. А так как я в чат-рулетке бываю, в университетах, то тут часто бывают мусульмане, 95%. Я с ними разговариваю по этой книге, называя «Сура и Аят». В прошлом году передо мной прошло 2600 мусульман. И ни один не считал этой книги. Я говорю, только за голыми бабами умеете бегать. Я их страшу, начнем с весной. Но я не критикую ни книгу, никого. Я просто говорю, книга ваша вы должны знать. Вот у нас была миссионерская поездка, тогда книги вышли, у меня 48 томов. Мы проехали до Владивостока, до Лиссабона, Скандинавия, Прибалтика. Два человека миссионеры, шофер, дальнобойщик и собака. И мы проехали 120 тысяч километров за три года. Подарили 650 библиотек моей книги. Полный комплект 750 евро. Нам по-русски обошлось это 35 миллионов рублей. Тысячи выступлений были. Все мы снимали. Но если на одном у меня только канале 22 тысячи роликов, это не чужих, своих. Самое большое, где я находил в интернете, четыре с половиной тысячи. Больше ни у кого нету. А почему? У нас непрерывно идет работа, администрация. Меня обслуживает четыре только программиста, притом, которые работают на государственных предприятиях. Есть очень сильные такие. Но работаем. У тебя встаю почти. Да, говорите. Да, у меня после вашего монолога сразу несколько вопросов возникло. Во-первых, самый актуальный, насущный для меня вопрос сейчас. У меня есть дочка и 10 месяцев всего исполнилось. Вы сказали про крещение, про вот это погружение, про правила, которые нарушаются в Русской Православной Церкви. Есть разные точки зрения на тему крещения. Кто-то говорит, что человек должен сам созреть и дойти до этого. Уже в зрелом возрасте, в сознательном возрасте. И дети должны быть крещены с вами, если вы сознательно идете. Крестился Корнилий, дом его, дом. А крещение в Ветхом Завете прообразовано было обрезанием. Обрезание 8 дней делали. И какая душа не будет обрезана, истребится, сразу уничтожает ребенка того. Апостол Павел 2.11, послание к Колоссянам в Новом Завете говорит, и мы обрезаны обрезанием нерукотворенным, с обречением грехового тела в плоти, быв крещены во имя Христа. Крещение прообразовалось обрезанием. Обрезание 8 дней, это неважно, не понимает. Он приобщается к обществу израильскому. На корабль заходим, беда какая, мы ребенка берем. Вот и все. Мы в озере, батюшка заходит вот так по грудь в озеро, и в озере, на берегу там стоят, кто подготовились, и по одному подходят. У нас все это заснято. Когда по скайпу будет у меня ваш, покажете отдельно где, и сразу, когда кончим говорить, вы отдельно еще на меня зайдите. Я вам сразу все ресурсы скину бесплатно. И дальше какие вопросы будут, вы можете встречаться, Сергей, с вами каждый день. У меня там указано. С четырех ночи до четырех дней по Москве. Да, второй вопрос, который у меня возник, и он возник еще, когда я про вас читал, несколько репортажей журналистов, которые приезжали к вам в Потеряевку, и вы сейчас обмолвились, что вы занимаетесь масонством долгое время. Да, я четырнадцать лет отдал. Это мы и такими. Но ведь протоколы сионских мудрецов, это же фальшивка, это ведь доказанная фальшивка. Меня вот это смущает. Ни один человек не скажет, сколько я скажу, а то все фальшивка. Фальшивка, но точно по ней идет. Кто же выполняет эту фальшивку-то? И все, что занаряжено, идет срочно. И в экономике, и в фильмах, и в политике. Во всем одинаково идет, что они там написали. Двадцать протоколов. А если никого нет, кто же это сделал, подвел к тому, что сейчас есть? В конце, когда мы закончимся, вы знаете, для чего это все делается? Кто это делает? О чем последнее выступление патриарха было? Когда против этих карточек он восстал, что разделяет народ? Я вам скажу в конце. В конце. Лучше всего, когда вы зайдете отдельно. Я вам там все назову своими именами. Это не просто игра какая-то. Нет, это один из последних поворотов к кончине мира. И потом, громадный документ выставили сегодня ночью. Они к нему готовились тысячу лет. Хорошо, а теперь на тему коронавируса. Я правильно понимаю, что вы ни маски не носите, ни против прививок? Я скажу вам потом в конце. Я про это сказал, здесь нельзя разговаривать. Я вам отдельно скажу. Ну, хорошо, нет. Просто вытекал следующий вопрос мой из вашего ответа предполагаемого. Но ведь много священников русской православной церкви умерло от коронавируса. Именно потому, что они санитарных норм не придерживались. Особенно в первые месяцы. Мы знаем, что даже человек, который организовал вот этот объезд с иконой Казанской Божьей Матери Патриарха Кирилла вокруг МКАДа, вокруг Москвы. Агейкин у него фамилия была. Вот он умер от коронавируса. Кстати, да, там Кураев что-то потом написал про этого Агейкина. И Кураева формально под этим предлогом, про то, что он написал что-то плохое про Агейкина, его окончательно развлечали. У каждого свое, понимаете, свое. А здесь определенная цель. Если цель ты не знаешь, а я ссылаюсь, ну, допустим, так. Выступает лауреат Нобелевской премии Рюссола. Только один лауреат Нобелевской премии. И он показывает, когда это задумано, 75 лет готовились к этому. Назад поворота нету. И будет дальше сказано. Сейчас на эту тему не будем говорить, чтобы не попортить разговор. Потому что все записываемое. А отдельно я вам все скажу. Отдельно. Не будем видеть, что это делается. Откуда это идет. Почему они вдруг сейчас, сегодня, вчера вечером, они передали ВОЗ, запретили прежнюю вакцинацию делать. Вот и все. Почему? А там на подходе другое. А я сказал, с самого первого начала, что таких штаммов будет 28. А откуда вы знаете? Почему 28? Не знаю. Я на те вопросы не могу ответить. Это их спрашивать надо, кто сделал. Сейчас они меняют на другой, потом на третий, четвертый. И конечный результат будет определенный. Замахнулись они на что, но выполнить смогут только одну третью часть. Я все, сегодня проповедь говорил в храме на эту тему. Одна треть только может быть выполнена. Дальше им не перешагнуть. А этого ничего еще нет. Вот и все. Это так в Библии написано. Это обойдется в 2,5 миллиарда человек. Вот и все. Потом поговорим. Это я говорю по откровению Анна Богослова. 5 глава, 8, 9. Апокалипсис. 2000 лет назад написано. И придет правитель. Сейчас главное, это деньги будут отменены. Карточка. Карточку ты как в Китае не угоден. Черный список. Все. Ничего нет. Дальше исчезают границы. Будет одно государство во всем мире. Будет одна столица. Я всех спрашиваю, когда беседую. А какая столица? Москва. Москва будет сожжена в один час. 17-18 глава откровения. Она будет сожжена. Об этом Путин сказал. Говорит, ну мы погибнем. Они все равно передохнут. Мы мученики будем. Он понимает это. Я ему писал. Говорил. У него в библиотеке показали. Книги мои стоят. А дальше. А дальше. Сегодня ночью как раз этот материал опубликовала НАСА. Это астрономическое в Америке. Установить связь с инопланетянами. И будет свой спаситель, который из космоса придет. Вот эти летающие тарелки. А я тогда говорил. Это бесовская сила. И теперь все это будет так. И во царице, столице мира будет Иерусалим. И будет еврей над всем миром. А они разбиваются на 20 как областей. Колено Иудина. Там из него Христос. Ливейна. Священство. Это данного колена. Одна двенадцатая часть страны. Известно, откуда он будет национальность. И от какого колена. И он будет царствовать ровно три с половиной года. При нем с неба сойдут Илья и Енох. И он не сразу убьет. Они будут неуязвимы. Но убьют их. И они будут лежать на улице Иерусалима три с половиной дня. Подарки будут слать. Потому что кто не принимал их, против них воевал. От них исходил огонь и пожигал. Библия говорит. И они будут вознесены на небо. И придет Христос. И общее воскресение. Трубы ангельские. Все воскресают. Жизнь кончилась. Часы мира остановились. Наступила поисторическая вечность. Вот как события будут. Не надо никого бояться. Когда мне говорят. А если вы заболеете? Я не болею. Я вообще не болею. Я когда говорю. Людей раздражаю этим. Как ну? Ну если у меня колени там где-то больно износилось. Я всю жизнь бегал. В 83-й год. Чего брать-то? Меня в морозилке держали. Руки выкручивали. Чего у меня было-то? А я не болею. Вообще не болею. Я иногда настолько раздражаю людей. Когда я умышленно говорю. Вот у нас есть покаянный канон Андрея Критского. Тысячу сто лет. Считается в церкви. Я сказал этот канон для оглашенных. Молитва трех слоев. Первое. Просительно. Дай. Помоги. Спаси. Сохрани. Там все мусульмане. Ну все там. Все верующие и неверующие. Гитлер и Сталин. Все там. Второе. Благодарение. Получил или не получил. Благодарение. Благодарю тебя Господи. Третье. Архангельское. Это слава отцу и сыну и святому духу. Аллилуйя. Аллилуйя. Так вот этот канон мне пришлось переписать на два вторых. С теми же 204 события. Те же события. Но только кончить благодарением. А там слабословим. А почему раньше не было тысячи сто лет? Я отвечаю. Потому что я еще не родился. Ух какая. Я говорю. Вот Блаженный Феофилакт. Толкование на Новый Завет. Вы не видели мое издание? Нет. Трехтомник. Трехтомник. Володя. У тебя далеко трехтомник? Нельзя? Сейчас покажет. Каждая книга 752 страницы. 230 иллюстраций Гюстава Дерре раскрасили. 297 комментариев даю. Вот смотрите как книга выглядит. Ну это у тебя. Ну да. Мы это раскрасили. Сейчас я покажу. Чтоб вам было видно. По восьми параметрам. Это самое лучшее издание. Притом Блаженный Феофилакт когда издавали. Только до Откровения. А дальше не было никогда. У меня с Откровением. Отец Геннадий Пас как раз здесь потрудился. 434 страницы на Откровение ушло. И 10 из классики. Вот и все. И мы подарили экземпляров тысяча. 650 только в миссионерских поездках. Еще 120 подарил здесь этим. Это бесплатно. Это Господь делает. Вот представь денег нету. Я молюсь. Люди всегда... Ну неужели это так? Вот священники у меня приехали в гости. Два священника отдыхают. Я говорю, братья, надо помолиться. Мне книгу надо выкупать. Предоплата была. Сейчас нужны деньги. У меня нету. Минимальная пенсия бомжа. Мне не давали работать никем, только сторожем. При отделе милиции вне ведомственной охраны того района, где я живу, чтобы все время был на глазах. А я три дня свободный, я на велосипед. Глина, я сразу туда нужен пищник. 40 лет клал пищу. Я строитель, технистроитель. Понимаете, как... Они мне плохо не сделали нигде. И вот, когда сегодня Господь открывает, то этой книге, которую мы издали, трехтомник, нигде равной нету. А как вы догадались, на четыре шрифта идет. Там с закладками и прочее. Никак, я просто молился, и Бог открыл. Я священникам сказал, говорю, мне денег нет. А откуда? Я не знаю. Ну, в комнате у меня бывает, тогда я один был, и чтобы лишнее ведро в угле не топить, у меня низкая температура. Из-под идеала неохота вылазить. И среди ночица, бонок. Так это кто? Я говорю, как кто? Ну, нам нужно вот... Куда звоните-то? Да мы из Америки, Сакраменто звоним. Говорят, у вас церковь в честь Климента названа. Я говорю, нет такой у нас. Лагерь детский у меня в честь Климента Анкирского. Да нам все равно. Говорят, там молитва лучше доходит. Дядя Климент у нас умер. Мы вам деньги сейчас по Вестерлиниону перешлем. Я утром иду, деньги получаю. А они знали? Не знали. Они меня даже не знают. Но вышли через брата на меня. И прямо вот так вот по телефону. И позвонили. И деньги я пошел, утром получил. Вот нам надо ехать. Денег нету. Это только на одно путешествие, в один конец Португалии, только на горющее 440 тысяч ушло. Тысяч. Это не два километра ехать-то. Откуда деньги? Не знаю. Утром уже сразу звонок. Вам деньги нужны? Я говорю, а вы кто? Булкин, Дмитрий, а где живете? Калининград. От Барнолова до Калининграда. А как вы узнали? А вы книги издаёте? Я говорю, уже не издаю. Я умею отрубить, и больше ни одного стихотворения от меня не выйдет. Ну, получите деньги. Я иду с цифрой шестизначные. Один 200 тысяч послали, другой 300. Они меня в глаза не видели. Мы только помолились, и пошли ответы, звонки. Люди, которые со мной, они знают. И вы никого не знали? Нет, я никого не знал. Это Бог делает. Я знаю, что живой человек, к живому Богу, живая молитва, всё сошлось один к одному. Поэтому мне не надо ни убеждать, ни переубеждать. Я живу этой жизнью, просто живу. И она для меня радостная, весёлая. Вот говорят, а что такое счастье? Счастье? А счастье кое-что сказано. Однажды я попадаю на маленький бастабантущик, и там пять человек день рождения справляют в Кривом суде. Ниже генерала никого нету. Генералы-лейтенанты там, майоры. О, Игнатий Тихонович, а мы только про вас разговаривали. Я говорю, а что более счастливого человека никто не знает, а прокурор, мэр города. Я говорю, а по каким параметрам измеряли? Вы делаете то, что вам нравится. И вас с вами ничего не могут. Один год 15 комиссий против лагеря было, краевых. С КГБ пожарники, и ничего не могли сделать. Я пришёл в суд, подал все процессы, выиграл. Главный, кто статьи писал в московском комсомольстве на Алтае, нашли, зарезаны, моляются. Другого с работы выгнали, мне краевая парка, что за разгром такой. Ну, не я же трогаю это. А вы, я молюсь, Господи, прости им, они не знают, что худо творят, как меня Иисус научил. Но это Бог делает. Я рассказываю не сказки вам, Сергей, а та жизнь, которая вокруг меня, сколько людей есть. Все так и живут. Мы внимательно слушаем, где нуждается в нашей помощи. Где-то что-то сгорело, сразу зовётся библейское общество, приехали. И мы через два их приезда вышли на первое место по жертвенности. Там новые библии, переводы делали, тут айротские, алтайцы живут для них. Это Бог делает. И когда мы поехали вот это, в Скандинавию, Прибалтика, Европа, я выписал в каждое государство, какие порядки. И я переплёсчик-реставратор, я всё переплёл, как книжка. Ни разу не пришлось открывать. Нам не потребовалось. К нам, люди, не знающие нас, другое отношение. Газель дыма много даёт, вас задержат сразу. Она запрещена. Никто не заикнулся даже. Перед нашей газелью на колени становились в Австрии, фотографировали. Россия, Путин, Газель. Когда рассказываем мы, нельзя ночевать нигде, там где-то останавливаться, только в гостинице. А мы ночуем в машине и рядом палатку ставим. А у них территория огорожена, где там машины идут. Полиция подъезжает. У нас собака мощнейшая. Она чемпион России стала. Я в уголовном розыске когда-то занимался. И хозяин у ней, кинолог. А как собака залаяла? Они сразу развернули машину и уехали. Никого нету. И к нам больше никто не приезжал. Мы везде полагаемся на Бога. Вот поверьте, Сергей, когда человек верит в Бога, ему не надо ни лукавить. Я ни разу голодный не лег. Ни разу. А у меня ничего нету. Нету. Если вам говорили, то вот, понимаете, вот когда начнешь говорить людям о ней. Это такой Григорий Ницкий был святой, брат Василия Великого. Он говорил, люди верят только в то, что могут сами сделать. Сами. Написано, плати десятину со всех доходов. Церковь. На дело Божие. А я молодой, 23 года. И я только услышал один раз. Внутри меня как что-то шевельнулось. Я буду платить девять десятин. Тысячу заработал, девятьсот буду отдавать. Поэтому я все время на двух-трех работах работал. И выработка 280-300 процентов. И прожил 58 лет под этим настроем. Поэтому я разговариваю с людьми свободным языком. Я не боюсь, потому что тебе легче. Ты одну плати. Ну а девять-то платить никто с меня не требовал. А всем умом, всем сердцем. Первая заповедь. Увидеть нуждающих. В какой стране, где, как, с чем. Это просто этим жить надо. Я вот посмотрел, вы где выступаете, с этими говорите. Я сразу Вячеславу этому сказал, Семенову. Вот этот, я говорю, бритый. Он этих лучших, которые там говорят двое, отвечает. Он ищет, но не знает где и как. А это на глазах все. Торговлю убрать, никогда им не убрать. Не брать. Десятину не взять. А у нас одеты все по форме. На голове два платка, как хиджаб. Каждая девушка, ребенок даже грудной. Идут платья до полу. У нас в деревне нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Физиологическая девственность юноши и девицы до брачной ночи после мечтания. Вещь неслыханная сегодня. А почему? Бог, Господь помогает, когда для Бога делаешь. Давайте вопросы ваши. Ну, какой у меня стандартный вопрос, наверное, пожалуй, отношение ваше к современной русско-православной церкви и первых иерархов этой церкви. Ну, так, молиться, молиться, встречаться. У нас хорошие встречи. Вот и выступил патриарх Кирилл с этим заявлением, чтобы карточка нас не разручала. Мы всех оповестили, молиться за него, героический поступок. У нас нет, чтобы мы отстранялись. Нет. Мы где узнаем, мы сразу туда бросаем все силы. За всех правителей молимся. Ежедневно, каждые два часа молитвы. И мы это все повторяем перед Богом. В Российской Федерации за время перестройки 120 миллионов абортов. Но это не все, говорит, намного больше было. Я говорю, есть один глава администрации, который запретил аборты и подвел под уголовную статью, как убийство. А кто это такой? Я спрашиваю, кто такой? Это я спрашиваю. Ни один еще не ответил. Вы знаете его? Нет, не знаю. Рамзан Ахматович Кадыров. А, ух. У меня в письменном виде от него благодарность есть. Он перекрыл эти ворота, которые там оттуда из ущелья вылазили. Ну нет, подождите, подождите. А вы считаете, что это естественный ход вещей, когда человек, занимая какую-то государственную должность или являясь кем-то вроде аяталы в исламском мире, приказывает людям, что вот отныне аборты запрещены. Мне кажется, что человек должен сам духовно дорасти до того, что аборты запрещены. Нет, нет, приказ. В Ветхом Завете это было. Ну вы меня спросите, я отвечаю. Он поступает правильно. Правильно по своему закону и по божественному. У него ни одна там женщина бывает, когда совещание идет, ни одной бесплатка нету. А у Путина все сидят разлохмаченные. Они даже это не могут сделать. Вот посмотрите вы, сейчас там квартал еврейский в Москве. Как они выглядят прекрасно, выходят. Ни одной волосинки бороду не тронут. Берлазер там, и который там справляет как свадьбу. Посмотрите. Ну, мусульмане усы снимают, а эти никогда. Я работаю со всеми, и с евреями, и с мусульманами, и с буддистами. Но я должен их знать. Он не считает. Я ему говорю, а я считаю. Открывай, я говорю, пятая сура, шестьдесят восьмой аят. Ты умрешь здесь, не откроешь. А там говорится о нас, о христианах. Что Всевышний дал им инжил Евангелие. Чтобы я по нему поступал. Мы по нему и поступаем. Я говорю, ваша книга меня одобряет. Я ничего нигде не критикую, не трогаю, а просто опираюсь на их книгу. У меня табу на слова. Аллах, Мухаммад, Коран. Никогда не произношу. Ну, да что сказать, я бы сказала. А так никогда. Я говорю, вот в вашей книге, которая считается священной, написана вот так-то. И они не знают этого. И все, а вы не хотите стать мусульманином? Я говорю, человек в здравом разуме и полной памяти менять небо на землю не будет. У них ничего духовного нету. Ни крещение Духом Святым, ни рождение свыше, ни водительство с гладью Божией. Они не знают этого. Я говорю, что самое ценное у мусульман? Ни один не ответил. Самое ценное пятикратный намаз. А мы совершаем семь раз намаз. Да еще сто поклонов. Так это наша только группа. А вы свинину не едите? Я говорю, мясо вообще в рот никакого не беру. Больше полвека. Ну, а вы пиваете там спирт? У нас алкоголя ни пива, ни брашки, ничего не бывает. Ни грамма. Так вам только мусульманином быть. Ну, я христианин. По Библии давайте я буду отвечать, а вы по своей книге. Найдем общий язык? Давайте все-таки на этом остановимся, потому что меня это немножко, честно говоря, смущает. Вот внимание к внешней форме. Что значит мужчина с бородой обязательно должен быть, мужчина должен быть определенным образом пострижен. Мужчина, как я, например, серьги не должен носить в ушах. Женщина должна с плотками ходить. Мне это казалось как раз. Вы же, насколько я понимаю, я не знаю, правильно или нет, я вот прочел, что вы скептически относитесь к мощам, к такому обрядовой стороне христианства. Я прав или нет? Резать нельзя, резать нельзя. Мощи нужно почитать. И собрать, где они раскрещененные, с патриархом, с лучшим хором, с молитвой, в самом почетном месте захоронить. Почему? Иисус сказал, прах ты и в прах возвратишься. Этого никогда не было. Стефан в Новом Завете считаем. Убили его, и тут же плащ был и похоронили. Этого не было. Это некрофильство. Я не придумаю. Библия говорит об этом. Библия говорит. Почему я тебе две вещи связываю? Я точно так же, как и вы, отношусь к мощам. Никогда не прикладываюсь ни к этим мощам. Вообще к обрядовой стороне христианства, хотя в храмы захожу, отношусь очень скептически. Ну, то есть вот эти все ритуалы, скажем так, обкрасить яйца или что-то, еще я этим не занимаюсь. Мне кажется, что важнее то, что внутри находится. И вот эти вещи для меня взаимосвязаны. Опять же, внешний вид, почему-то вы делаете на нем большой акцент. Мне кажется, не стоит придавать такое значение. Вы не понимаете. Я прикладываюсь к мощам и к крестам. Я говорю, не надо мощи. Пока они здесь, я поклоняюсь, как все православные. Я не против. Но только они должны быть похоронены. Нам Библия говорит об этом. Вот о чем я. Потому что Бог будет ценить нас по Писанию, а не потому что надумали. Или монаш за монастырь. А Господь говорит, идите по всему миру и пропадайте Евангелие. А чтобы сидели, этого нигде нет в Библии. Никаких монастырей Христос не образовывал. Вот миссионерские отделы, их нельзя образовать. Это обман. Два человека. Двенадцать апостолов по два. Потом Господь избирает семьдесят по два. Кирилл и Мефодий по два. Моисей и Аарон два. Что непонятно-то? Два человека. И мы в поездку поехали два. Три нету этого. Вот этого, которого Среднеуральский-то, Романова-то арестовали. Романов, да. Романов. Он был, как это, схиевумен Сергеев, он Николай. Я посылал человека туда. Если бы он ко мне прислушался, все бы у него сохранилось, если бы он поступил, как я сказал. Было бы дело сделано неслыханное, важное. В первую очередь, он должен был пойти, не проклинать патриарха, Кирилла-патриарха, и у него был митрополит Кирилл тоже. Он пришел бы и сказал, Владыка, я рукоположен неправильно. Он два человека убил. Убийца не может быть священником. И снимите с меня этот сан официально. Я виноват. Снял бы он, снял. А то дальше наклонил голову и сказал, Владыка, у меня вот знакомый есть в Алтайском крае, Игнатий Лапкин. Он приглашает в гости. Вы мне разрешите в монастыре быть и брать своих людей, которые там у него, там разные мужчины были. Даже не разговариваю. Я беру на свой кошт. У меня они будут спать. Я их прокормлю. 200 человек. Ровно через месяц мы 100 групп образуем проповедник. По благословению Кирилла поедут, когда закончат образование. 100 групп, которые понесут слово Евангелие, призывая людей ко Христу, в православную церковь. На следующей, на следующей уже буквально неделе, как только закончили, я опять приглашаю. Но только 400 человек привезти. Ему бы дали. Люди остались на месте. Двери бы не выпиливали. Он уперся в одно. Давай Путина там проклинать и проще. Это неправильно. Дай мне, там, как он говорил, власть, я через три дня наведу порядок. Сошлю кого надо. говорил прям открытым. Так, Игнатий Тихонович, я тоже про него делал репортаж. Мне там руку сломали, кстати говоря, во время съемок. Потому что его охраняли какие-то казаки, ополченцы Донбасса. Вот такие вот ребята бравые. Очень много бывших зэков там в этом монастыре. Хотя он официально, вроде бы, и женский этот монастырь. И вообще меня очень сильно смутило. Для того, чтобы там мне позволили снимать, мне нужно было получить его благословение. Меня очень смутило его исповедь перед ним, потому что его интересуют только вопросы сексуального характера. Он мне задавал. Меня это смутило. Я потом спрашивал у других людей, и они мне тоже все, как один, сказали, что его интересует только вот эта вот тема постельная. Не знаю. Не знаю. Я знаю только одно, что у нас все можно разрешать, когда в храме оглашенные изъедительные знакомые они выйдут, а потом опять зайдут в храм, снимают все, фотографируют все в деревне. У нас ничего не сокрыто. Все открыто. Ну и потом там же вот его осудили, я так понимаю, за жестокое еще обращение с детьми, потому что очень много свидетельств тех детей, которые попали туда в юном возрасте, и которых как раз наказывали вот эти вот бывшие зэки. Я считаю, что девочек не должны бить вот эти 35-40-летние бывшие зэки. Оказывается. Ну, я не знаю про это. Мне то неизвестно, и поэтому я тут не могу сказать. Я знаю только, что вот у меня дети. Я почти полвека с детьми, почему на нас этого не было обвинения нигде? Это даже ну что там обычно там педофилия там разная вешают на смещение. Вот это Глеба Грозовского, 14 лет навентили ему. А у нас этого нету. И к нам постоянно комиссии едут, ничего нету. А у меня строгость, физическое наказание, в уставе написано. А как? Никто не знает. Врачи осматривают, нигде ничего нету. У меня дисциплина. Тут приехал летное училище, высшее авиационное училище в Барнауле. Ну, Сергей Живанширович Копян, полковник. Посмотрел, говорит, у меня, говорит, военная организация, все-таки училище, такой дисциплины нету. У нас ни одного кусочка хлеба не уроняют. За полвека в чашке ни у кого ничего не осталось. Ну, мальчик ударил девочку. Что я должен с ним делать? Ей 12, ему 12 лет, а ей всего 6. Это необычный лагерь. Я что должен делать? Понятно, родители расписываются, что я имею право наказать крапивой или сеткой и ложкой по лбу. И показываю, когда он не нарушает что-то, я вот так на столе как ложкой обрякнул. За 50 лет ни одного не столкнул. Это записано. Так тогда приехал и к ГБ там, ну, уберите, зачем убирать? Это мой устав в краевом отделе юстиции. Ребенок знает, считает, без наказания я его не оставлю. Он заматерился. Я что могу сделать? Родители говорят, еще не можем сделать. Я сделаю. У меня жгучая крапива. Я забел его, Алеша, да сходи сюда. Все остальные молятся. Загрядывать нельзя. Келья отдельная. Я положил на таком уровне второй этаж. Ну, как палате. Положил крапиву. Он плащет. Я боюсь. Я говорю, не надо, боишься, мне такой-то и не нужен. Я крапиву беру рукавичкой. Выходим. Вот плащет. Скажи, что ты боишься. Я боюсь. Матерился, матерился. Теперь смотри, Леша. Я ему показываю, все смотрят. Я крапиву начинаю рвать зубами. У меня такие волдыри. Смотри. Я рассказываю, что такое канзио, японский культ. Ничего не бояться. Я уже не боюсь. Я выращиваю новое поколение смелых, чистых. А девочку ударил. Ты посмотри, какая красавица. До восемь лет пройдет, ты винтом будешь ходить вокруг нее. Теперь наказание тебе. Теперь каждый день ты играешь только с ней, когда общий, и не даешь в обиду ее, чтобы он понял, как это дорого. И на все, на все у нас устав. Профессора психологии проезжают. Где учились? Это я в Англии взял. Вот это в Японии. В этом в Новой Зеландии. То есть я беру отовсюду, где как пчела пролетает, нектар собирает, как Антоний Великий говорил. И мы встаем рано, в пять часов. Ни одного лагеря нигде такого нет. Пробежка, гимнастика, утренняя молитва с толкованием, работа до семи часов. Если хорошая погода, искупались. Вот купаются только мальчики первые, девочки после. Ну, проиграли в футбол, и охота к вечеру искупаться. У девочек волосы. Я не могу нарушить устав. Тогда я говорю, давайте на голосование. Девочек сегодня пустить первыми купаться. Чтобы они волосы успели просушить. Я все время, у нас референдум идет. Дети самостоятельности учат. Они принимают решения. Но куда надо, я их подталкиваю. Девочек надо защитить. Ну, все проголосовали, пускай идут. Никогда, когда купаются мальчики или девочки, они никогда близко не имеют. Когда приходят, дают сигнал, одни туда бегут, другие оттуда. У нас строжайшее во время даже игры мальчик не имеет права к девочке прислониться, сказать, пальцем тронуть, или она его. Вот и все. Почему? Для Бога. Я все это делаю для любимого моего Иисуса Христа. Для Него. Я все время повторяю, у меня нет гуманитарного, религиозного образования, у меня нету, я технарь, строительный техникум. Вот и все. Мы показали, что можно жить в этой стране, не роптать, не показывать, тот не прав. Это ничего не дает. Ну, показал ты, не прав. Увидел что-то, я вижу, сколько вы видите. Это хорошо, что видите. Но дальше-то, по каждому этому вопросу я сразу начинаю решать, как тут поступить, как исправить. Ехать надо туда или на месте что-то образовывать. Вот деревню. 51 тысяча сел разрушены. Государство, образующая основа в тряпке разнесено. Мы получаем землю, бывшая наша деревня, регистрируем. Земли-то, я говорю, мало, а теперь ее хватает. Мы с нуля все начинаем делать. Обратиться некуда, опыта ни у кого нету. Разрушать есть. 51 тысяча сел исчезли. Еще непонятно, куда мы идем. Менделеев Дмитрий Иванович говорил, что к 2000 году в России должно быть русских 650 миллионов, а то даже 150 нету. Полмиллиарда какой Змей Горыныч сожрал. Не надо никого винить. Надо просто работать. Вот у меня отец вернулся с фронта, вот так руки нету. С мамой полкласса не кончили. И мы ни разу не слышали, а бедно-бедно жили. Ни одного ребенка больного нет. 10, 5 мальчиков, 5 девочек. Своих, не чужих. И мы привыкли к этому, ни одного больного нету. Ни по тюрьмам, нигде. И они неграмотные. Но мы знали это все, что вот ягоды собрались, по ягодке соберли, ну, когда малины мало, разделили. Тятя на поле придет, бабушка наша рядом. Нас приучили к этому. Это просто вмонтировано в нас. А то, что грамота, то другое, это еще далеко не все. Был такой фильм несколько, грамоты еще у ума надо совести иметь, он там говорил. И поэтому на любой вопрос мы должны посмотреть. Не делай ближнему, ты еще себе не желаешь. Очень просто. И вот эти, которые вы видите, недостатки, вот такой, вы знаете, Александр Глебович Невзоров. Да. Патриарх дал указания. Ну, дал, не дал, но они говорят, священники. Где он участвует, уходите оттуда. Да, я знаю. Знаете. И вот он как-то зашел или там, они соскочили бежать. Я говорю, что ж вы делаете? Они сразу же, вот смотри, эти демоны черные, как боятся нашего Александра Глебовича. Они дали козырь какой. Я говорю, а как надо поступать? Я в Москве был. Сделайте так. Он вас обличает на каждом шагу. Да. Составьте самых таких доверенных людей. Андрея Кураева включите туда. Придите к нему заранее, оповестите. Александр Глебович, примите нашу делегацию по благосценению патриарха. А с какой целью? Ну, мы там на месте скажем. Цель одна, чтобы он на бумаге, на магнитофон, на видео сказал все недостатки наши. За что у нас, где и как. И вы придете, теперь соберете собор и будете решать. Вы его благодарите, что он вам показал. Вот ваша работа такая. Вы видите-то все. А он ничего не может сделать. А вы что можете сделать? А мы можем, когда мы вместе. У нас люди свои там есть. И мы начинаем говорить. И они как к нам относятся. Они не просто относятся, а спрашивают. Я вот приехал ночью только с тремя епископами встретился. Они приходят разрешить свои вопросы. А я... Я никто. Мошка. Но они знают, то, что я отвечу, дальше идти некуда. Я по пяти параметрам всегда отвечаю. Я за кафедрой. В это время записки идут. Я каждую записку зачитываю. Я не знаю, кто написал. Я сразу говорю, что по этому. Вопросы говорит Библия. Я открываю. У меня нет Библии. В памяти открываю. Какая книга? Глава стих. Источность, я цитирую. По второму параметру, что об этом сказано в святоотеческой литературе? По трологии Мини 300 томов. Я называю, кто и когда сказал. Третье. Что наши правила говорят? Книга правил. 719 правил. 7 вселенских, 9 поместных соборов и 17 святых отцов. Я называю, какая глава. И четвертое. Что говорят жития святых? 1173 биографии за 12 месяцев Дмитрия Ростовского. И что из этого жития взять? Какой пакет зачитать? И пятый параметр. Что говорят 500 поэтов мира за 300 лет? Это 20 тысяч шпайлов. Я всегда говорил, умнее моих студентов никого в мире не было. И все это бесплатно. А почему? Я люблю эту работу. Детей люблю. Лагерь. Деревню люблю. Нигде нет улучшения. Мы ее восстанавливаем. И в каждом вопросе вот так. Бог будет спрашивать меня, что я сделал для Царства Небесного. А работая с детьми, каждый день мы занимаемся. Вначале священник придет, лагерь осветит. Мы молимся утром и вечером вместе. За стол и за стола. У ребенка это просто лавина идет. И уезжают. Родители приезжают. Он там девчонку свою, сестренку долбил. А тут кидается, всех обнимает. Другого привозят, наркоман. Он говорит, мы уходим. Говорит, его наручники приковываем в батареи. Уезжают, когда он другой человек. Как он мог стать? Даже не как. Приехала Англия, послала Великобритания. Ксения Деннон, директор Кэстерского института, приехала. Потеряевку. Все записала. А потом громадная статья была. Исполнение мечты в сибирских снегах. Как поступить? И все удивляются. Где вы учились? У Бога. У людей. Вот в Америке я был на Скаловском лагере. Увезли. Я говорю, ваших воспитателей я бы на территории лагеря даже не запустил. Стоят перед флагом, американским счастье дают. В пятницу пост нарушают. Почему? У нас нельзя, чтобы дети постились. А у нас можно. Положено, вот Петров пост, он мне мешает. У нас сливки, у нас все есть. Нет, Тата. Поэтому мы нажимаем на рыбу. В среду, пятницу рыбы нет. Это там пирожки разные пекут. Дети не теряют веси. А уж как кончилось, у нас тут раздолье. Больной ребенок я его лечить начинаю. А как? Я его не беру. Больных. Это трудовой лагерь. А как? Она осталась. Мать попросила. У нее с почками неладно. У нас березовый сок заранее заготовленный. Перед завтраком выпивает она там кружку соку и полную ложку меда с пасеки. Уже полторы недели прошло, только она уже футбол гоняет. Надо присматриваться то, что делается с нами в природе. Был такой Иванов, вот водой-то обливались, Порфирий Корнеевич. Он говорил, главная болезнь не впущать. Не впущать. Я вам говорю многое для того, чтобы, ну, увидели, как это. Вот меня занесли сейчас в там эту, в Екипедию. Ну, там проверяют там десятки раз где-то. Ну, пишут все. Откуда они берут, я не знаю. Кто это составляет, не знаю. Биография, фотографии, и все со ссылками, какая книга, какой фильм у нас снятый. Но я поэт, это не буду спасать. Главное, это внутри. Вот вы сказали, но то, что женщина в платках, человек в бороде, это положено. Положено так. Когда у Давида умер соседний царь, друг нас, они дружили с ним, и он послал туда похоронную делегацию, а те молодые, он там, какой-то старишка-то воцарился, они говорят, это шпионы. Пришли дорогу узнать другое. И он насмеялся, над ними полбороды обрил. Полодежды отрезал. Когда его слуги идут домой, Давид узнал, они же опозорены, в Иерусалим не имеют права входить. Идите в проклятый город Иерихон, живите, пока бороды отрастут. Они были очень обесчещены, написано в Библии, очень. А когда дочь Якова Дину изнасиловал, там, князь, женский сын, написано, она была обесчещена. То есть, это хуже самоизнасилования. Это не мои слова. Все иконы, пойдите посмотрите, Христос, апостолы, пророки, Серафим Саровский, все святые, безбородых нет. Есть там молодые, которые там лет 15-16, и она не мешает никак. Посмотрите, даже с атеистических, нацистических воздействий. Фридрих Энгельс сидит, вы же не назовете, что это был какой-то миссионер. У него чуть заметно, где ямка рот. У Карла Маркса вот такая так. У Ленина клинышка, у Сталина усы, а у Хрючевой на голове нету. И все друг за другом идут. А у кого-то не растут, я знаю, священников, у которых, у кого-то не растет борода, я знаю, священников, у которых не особо она растет. Если не растет борода, и бритвеню нужно выбрось бритву, и все доказал. Лукавить не надо и врать не надо. Всякая ложь от дьявола. Если не растет, то и бритву выбрось. Зачем тебе быть подкаблучником и гомосексуалистом? Не надо. Не надо. Это они и придумали, эту язву. И вы нигде не думаете. Посмотрите, Некрасов сидит какой, Солженицын, ну по порядку всех, которые есть. Достоевский, даже Адмирал Макаров, вот такая борода у него. Это наши, российские. Да и то, только Петр Первый ввел эту рубиловку. Двои данцы, две данные платили за бороду. У нас вот люди в краевой администрации работают. Следователь по особо важным преступлениям краевой прокуратуры, он сейчас адвокатом, с бородами. В армию идут, бороды не бреют. Но по альтернативной основе. И вот посылают тогда не на полтора года, а на два, на три. Пальными ухаживают. А наших ребят вообще не берут. Ставят им штамп, идите домой. И они не нарушили устав и не нарушили то, что Бог дал. Мужчина должен выглядеть как мужчина. Зачем на женщину быть похожим? Что, в доме две мамы? Сергей, запомните это. Бог будет судить по тому, как он создал. Мы его творения. Вы храм Божий, храм внутри. А вот храм, его нельзя украшать. Женщина красит губы, глаза сурьмит. А для чего? Златоуз говорит, Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. А Ефрем Сирин говорит, женщина красит губы для того, чтобы завлечь чужого самса. Чужого кобеля. Вообще-то косметикой первыми стали пользоваться мужчины во Франции. Может и так, но мне это оправдание не даст никакого. Нет, я не в оправдание говорю, я просто говорю. Я просто не могу понять, почему такой акцент на внешнем виде. Ну, хорошо. Это многих людей. Это многих людей не значит, что меня, но многих людей отпугивает от себя. Ну, пускай они не избраны. В книгу жизни не записаны. Пусть идут, никто не заставляет. Все до одного апостолы. Все до одного пророки. Христос с бородами. Что доказывать-то? И в России по-другому не было. Посмотрите картины там Сурикова. Но это же не написано в правилах, допустим. Это в правилах написано. Правила написано. Правила. Книга правил. Прямо написано. Что не трогать. И в левит написано «Не порти край бороды, твоя Библия говорит». А человека внешнего Бог не изменял в Новом Завете. Он однажды сотворил. Это показывает мужество. Вот я вам скину сейчас, когда кончим говорить, я сразу скину, когда вы дадите сигнал, чтобы не промазать на вас. Да. Все книги свои. И там у меня книга называется «Кристину православию». Ее там только ткнешь, и откроется оглавление. И там есть о бродобритии, о курении, о Библии, о спасении. Только ткни, открывается весь текст. Книги это равные нету нигде. Нигде нету. Я 40 лет собирал материал. Она из одних материалов. Мы православные, лукавить не надо. Сектанты, коммунисты, это просто другой. С ними разговаривать нечего. Они неверующие. Мы чтим Божье творение. Бог так сотворил. А то геи, меньшинство, садомиты проклятые. Бог Содом и Гоморр сжег и пять окрестных городов. И поэтому сейчас гнев Божий придет из-за них. Такой вопрос у меня к вам. Я уже написал. Я сейчас думаю, раздумывая о фильме про отца Александра Меня и его духовных чадах. И мне как раз скидывали аудиозапись вашей встречи. Она, по-моему, на Ютьюбе даже есть, если не ошибаюсь. Я читал ее расшифровку этой встречи. Я не слушал, читал расшифровку. У меня такой вопрос к вам. Как бы вы сняли фильм о нем, будь вы сценаристом, на чем бы вы акценты сделали и на что бы обратили внимание зрителя? Я бы не стал снимать в первую очередь и никому не посоветую. Вот почему. А потому. Потому что у него, когда мы беседовали, было там, он верил в то, что эволюционное развитие это ересь из ереси. Это не годится. И показывать уже нечего. О нем все составлено, все вышло. Я имею право. Я сделал, разбил, кажется, на шесть передач, когда я вел передачи местной радиостанции. И там я противоречиваю ему. И сразу звонки пошли. Да такой человек, а вы кто такой? Я имею право. Вы не имеете. Почему? Вы мертвы легаете. А я с живым разговариваю, и он не обижается. Он у меня микрофон даже вырвал. Ну, интерьер какой, дескать. Мы беседуем. Важные вопросы разрешаем. Вот как. Я у него был, когда моление идет, вот у меня где-то 16 часов его проповедея только есть записанная. Я знаю. И кто убил, я сразу им говорил, где искать. Никто не прислушался, не нашли. А кто? Когда только убили, его убили, вот сегодня, и мне сразу телеграмма пришла, потому что мы знакомы, мой адрес у него есть. И я сказал, где этот убийца находится. Не поверили. Не поверили. Ничего и нет. А где расскажите мне? Я говорил. Теперь уже говорить не надо. Я определенно называл, где. Тепленького можно было брать. Притом, я не выдумываю это. А что? Они рядом крутились и не могли взять. Вы знаете, был Василий Дмитрий Дмитриевич. Память у него была там организована. И как-то мы беседовали. Они, его нету, а я с ними беседовал. У него там администрация-то. И он идет. Из коридора мой голос услышал. Зашел. Кто? А мы ваш голос слышали. Там где-то в Кавказе были, на пленке записали о масонстве. Все. Нам казалось, голос с неба. Я каждое слово подтверждаю Библией. Неопровержимо. Ни один человек не опровергнет. Никогда и никто даже не пытается. Вот меня пригласили в Академгородок в Новосибирске. Это один такой. Одни профессора. Полная большая аудитория академики-профессора. И я никто перед ними. Но у меня Библия с собой. И я им показываю. Вот эта книга отвечает на все вопросы, кроме одного. На все. Жизненные вопросы. А один мужчина встал и говорит, а я не согласен. Я говорю, если я отвечу вам на три вопроса, любые, вы тогда сможете попросить прощения? Без вопросов. Ну, первый вопрос задал. Я вот сходу сразу же ответил. Показал, где написано в Библии, какая глава, какой стих. Не открывая. Другой вопрос задает. Мест 15. Я их цитирую. На память от глава стих. Все. Третий, третий по апокалипсису. И он встал и говорит, я был неправ. И вышел. Я говорю, а почему он вышел? Ну, неудобно ему. У меня не просто опыт, а опыт, которому равных нет. Вот простой вопрос. У вас, говорят, от тюрьмы до от сумы не зарекайся. Вы знаете пословицу? Да, конечно. Вы можете стопроцентную гарантию дать, что вас не посадят? Нет. В России невозможно. Нет. И теперь, когда в камеру заходите, вы еще не зайдете, как следует, уже о вас будут знать. Там все знают абсолютно. И когда заходит человек, а там дымин, вот я привезли в Новокузнецке было этапом, на 25 человек, а их 75. Все курят. Там не видно ничего? С тебя колопараши. А там проверят, кто ты такой. Не опущен ли ты, не петух ли. Я только зашел, мир дома сему. Лежу, заколыхалась эта масса дыма. Такой амбал вылазит. Ты, дед, откуда? Я говорю, из Барнавула. А статья какая? Я говорю, 190 прим у КАРСМСР. Что, мента грохнул? Я говорю, нет, это 190, а это прим. Так ты верующий? Я говорю, верующий. Может, что-то считать есть? Я говорю, у меня с собой Новый Завет и Псалтырь. А нам могли бы? Могу, но определенные условия. Какие? Найти, кто не курит. Камера на 25, а 75, они в тройной очереди идут. Я говорю, чтобы вымыли руки, не курящие. И в это время никто не закурил. Но это вам без опросов. Мы сразу порядок вообще. В армии такого нету. Так, куда же вас положить? Подходит. Я говорю, ближе к воздуху. Он подвел там вот решетка, а на решетке на морде еще надетый. Там ничего не видно. Только кверху я вижу, стрижи летают. Так, ты куришь? Нас схватил и сразу в ту сторону. На полу будешь спать. Ты наверху тоже куришь. Пеплом будешь сыпать батюшке на голову. Я говорю, да не надо мне оттоп. Отец, тут спорить нельзя. Все, его нету. У меня одному две шконки уже. Дальше я говорю, а сколько уже ну с 7 до 8, а отбой в 10. Вот с 8. Я еще первый день, меня уже тюрьма слушает. Охранники знают. Но когда привозят, тебя заводят нулевка там внизу. И там выдают матрасы, там они перемощенные, там гнили. Бывает вот такой длины. И которые там баландеры называют. Ну слабая статья, его при тюрьме оставляют. Он у меня, ты откуда? Я говорю, из Барнаула. Да я тебя жду уже 2 года здесь. Как вы знаете 2 года? Меня только год как арестовали. А мне Бог сказал. Я спрятал простыни новые, матрас новый. Они тебя ждут. А мне-то сразу не дают. Меня в сторону, в сторону. Я думаю, вот дослужился. Даже и тряпок не дают. Я только приехал. И уже утром мои записки пошли по тюрьме. Начальник стучит, сразу меня вызывает. Это ваши? И давай спрашивать. В местной тюрьме меня полковник Соломин Александр Семенович неоднократно вызывал вопросы по Библии и умер по-христиански. Как сейчас говорят, сколько людей обратилось к Богу. Переменили показания, вызвали прокурора по надзору. Это работа идет. Вот на этапе это самое трудное. Этапы разные бывают. Новосибирский, лютой. Они никому не подчиняются. Там что угодно могут сделать. Туалет не ведет, ты лопнешь. Но у меня какая-то там пометка стояла. Меня по санкции МГБ брали, Московское КГБ, что трогать нельзя меня. Понимаете, как меня Бог охраняет. Я когда выезжаешь из лагеря, всех выстраивают на этап. Есть какие жалобы? Какие жалобы? Лишь бы вырваться. Я выстунулся. Жалобы есть. Капитан там, жалобы? А ему кто-то что-то сует. Дела-то в руках у другого. А, жалобы. Ну-ка иди сюда. На что жалуешься? Я говорю, у меня авторучку отобрали, а мне писать нечем. Так, иди сюда. А у меня сумочки я взял. Он привел, а на столе кучи лежат. Он так охавкал, охавкал мне. Сколько в сумку вошло. Я еще, еще я заключенный. Едут набитые, там камеры от камеры, когда поезд идет. И одна есть, ну вот такой вот ширины. Меня одного в этом стакане везут. Женщины крещат сбоку. Батюшка, помогите, там молитвы, охранник ходит. А почему вы не отвечаете? Я говорю, пункт пятый, там параграф такой-то, статья сорок седьмая. Она запрещает разговаривать. Вот как? А я разрешаю. Я говорю, женщины, дайте бумагу и ручку. Я вам напишу и молитву, и все. А потом он меня повел в туалет, а женщины кричат, попросите, чтобы нас повел. Я ему говорю, вы женщин-то сводите. Он послушался все. Я в тюрьме начальником стал, в поезде начальник, а когда уж в лагерь, там совсем другое. Никому ко мне не подходить. Палками били. А я могу к любому подходить. Быть верующим во всех отношениях. И без Бога плохо всегда. Я делюсь опытом. Все это описано. За меня когда-то сели в ООН, там, Японии, другие государства, закрывают помещение, замполит. Я считаю, он во сейф прятает. Когда освобождать тебя будешь? Как меня освобождали, это вообще. Даня 25 марта 87-го года. Быть за оградой тюрьмы. За мной прибежали в промзону. За руку. Бегом бежим. Я успел какие-то отдать вещи свои. Скорее, чтобы я был на той стороне. Там дисциплина. Ой-ой-ой. Я теперь, когда вывели, я говорю, у меня жалобы, где я должен в ЦК партии обратиться. Что здесь делается? Да видите, начальнику тюрьмы меня привели. Бахаеву. Я говорю, так и так. Я писал. Лагерь полностью расформировали. Я не знаю, какую роль играли мои письма, но после письма это все было. И сразу мне дают сопроводительного капитана. В словах Владимира Васильевича. Он был как раз у нас, над нашим отрядом. Его Господь полностью ко мне расположил. Как я просил, которое наказание там есть, на мне испытать, когда бьют на наручники. Я буду писать, об этом я должен испытать. У меня интересное заключение было. Сколько людей покаялось, обратилось к Богу. И поэтому беседуем мы с вами, что была польза. Не то, что там поставлю я 10 фильмов, а никто не обратится. Если вы сами не обратитесь, вам ни одного фильма не поставить, который людей, не просто миллионы там посмотрят. Ну, это прошло, как мимо витрины на магазине. Но человек задумается, будет искать вас, как я вас искал. Я в вас увидел много хорошего. И мне обязательно хотелось вам рассказать о Христе. Что он делает? Рассказать Павел, говорит, подражайте мне, как я Христу. Что я претерпел? И где бы вы ни были, за Христа не у параши держать. А будут охраны. За руки, за ноги растянули с сапогом. Это ты кому думал угрожать? Да нашли у него угрожаю. Охранники охраняют меня. Начальник тюрьмы дает указание, КГБ и заключенные. Вечером ложиться спать, бывать в школах нету, а скамейка целая. Я обращаюсь. Можно мне на скамейке речь? Не помешаю? Нет. А утром стою в 4. Ну, у вас сон. Три раза по полтора, по часу на молитве и ложусь. Стою раньше на 2 часа. Это Бог делает. И поэтому я прошел торжествующее. И меня из тюрьмы освобождать. Приезжает КГБская машина. Полковник. Тогда он был подполковник. Никулин Юрий Михайлович, следователь. КГБская Волга черная. Меня на машину берут, домой привозят. Мне говорят, так вы были у них там той? Никим я не был. Вот ко мне привезли на дом одного показать, там еврея. Наум Израилевич. Мы один раз побыли, часа три. Он принял православие и стал священником православным. Пусть через каждого священника один еврей станет. А то еврейский вопрос окончательно решать. Дитель решил его окончательно. Дальше следователь КГБ обратился к Богу и стал священником. Это как? Это Бог делает, Сергей, с человеческими усилиями. Нет, у меня нет образования. У меня есть любовь. И этим Господь их окружает и ведет. Я хотел бы, чтобы вы это приняли. Библия, чтобы настольная была. И вы будете каждый раз ко мне обращаться. Я буду отвечать. Все это бесплатно. И вы тогда такой фильм снимете, не о покойном, а живом. Вы найдете, если вам надо о ком-то говорить. А вы скажете, а вы кого знаете еще такого? Я мало общаюсь теперь, не езжу нигде. Я знал. Может, даже не у нас здесь. Может, даже не в стране. Надо обратить внимание на тех, которые что там делают. Вот меня как-то выступает Андрей Кураев. Его отзыв обо мне слышали? Да, слышал, конечно. Он меня не видел никогда. Он только читал. А через него нашелся еще один человек. Узнал, где я. Нашел меня и познакомились. Он Юрий Соболев, Красноярск. Преподаватель в университете, преподаватель в академии и преподаватель при метрополии. Очень интересно. Все мои книги купил. Через Кураево вышел на вас. Да, через Кураево. Через другого. Одна нашла, я вас нашла через Головина. Он там обо мне отозвался. Я говорю, мелочь против Игнатия. С чего он это взял? Я иду, когда встречает ректор, это 28 тысяч студентов Евсигеев. Он вот так руки раскинет, обнимет и поцелует его поклонницей. Я преклоняюсь перед этим человеком на меня. Я говорю, Владимир Васильевич, что ж вы делаете? Он знает. Почему? Это биография его трогает. Мы вначале за аренду в аудитории платили, потом перестали, а потом они нам стали давать дары. Однажды собрались новые русские, а над ними смеются, они тупые. И они пришли к самый большой университет, может даже в Сибири. И Владимир Васильевич говорит, Игнать Тихонович, тут приходили новые русские и хотят вести занятия, чтобы с ними... Я говорю, ну прекрасно. Так дело в том, что они вас избрали. Как? Да у меня же нет образования. Избрали вас. Так оплатят. Как оплатят? Я же все бесплатно делаю. Ну это без вас решат. Ну правда я подготовился по два часа занятия без перерыва. Когда занятия кончились, меня вызывают к ректору. Идите, получите деньги. Какие? Ну вы же преподавали. Так я же не за деньги. Уже выписано, надо получить. Они там выписали такие, я денег таких не видал. Я говорю, по какому разряду? Как профессор. Ну какой же я профессор-то? Я дня в институте научился. Так они чуть-чуть не Нобелевским меня лауреатом там загнали. Ну я получил. А потом он узнал, что я уже 18 лет веду занятия и не получал ни рубля. Не буду получать. Будете. И он мне выписал астрономическая цифра. Я пошел никакой вашей ННН, а против ННН православные имеют такое. Я не имею. Но чтобы быть неуязвимым, я отказался от всего и не получил деньги. Чтобы не быть запятнанным. Я рассказываю из своей биографии одни моменты, а у меня нет знания, ничего нету. Просто я люблю Господа. Я бы мог вам посоветовать кого-то снимать. Александра меня не советую, там ничего не найдете. Или начнете лгать. Тем более у него столько противников, православные, которые и те так не воспринимают, как он. Вот я беседовал, я все вопросы один за другим говорил. Я говорю, нашим не дают священникам говорить, тогда не было интернета. Он говорит, хорошо, что не дают, такого петуха бы дали. Это его, если вы слышали, это его слова. И поэтому не советую. А что, вы найдете для себя работу. Может быть, а вас будут снимать. Хорошо. Спасибо вам огромное за беседу. Конечно, полутора часов с вами мало, вы очень увлекательно рассказываете. Так, вопросы какие у вас остались? Я вроде все те, которые хотел задать, задал на сегодня. Я не особо готовился. Я надеюсь, что мы не один раз еще с вами поговорим. Только сейчас постарайтесь, когда выйдете, в скайпе наберите Игнатия Лапкина отдельно, не в этой группе. Игнатия Лапкина. Я уже набрал, у меня будет звонок в три минуты, и я вам, Сергей, сброшу все ресурсы. Хорошо. И отдельно скину оглавление к Истинному православию. Обродобрите обо всем. Так что бритву долой. Хорошо. Вам уважение больше не будет. Жена почувствует, что это настоящая скала, за которой скрываться можно. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо вам. Мы говорим спаси Христос. Спаси Христос. Спасибо. Я нахожу вас тогда в скайпе. Сейчас выключаю, вы сразу ко мне идете. Только зарядите, там Игнатий Лапкин, я один в интернете с этой фамилией, именем. Если будет Игнатий 10, по латыни, это тоже я. Там три человека, которые меня берут, мою фамилию от меня работают. Мне за последние годы, только года три, в черный список пришлось занести 18 тысяч человек. Против меня примерно 250 роликов в интернете. А у меня хороший аппетит, я хорошо сплю. Мне это не касается. Раз есть много врагов, это означает, мы живы. Это точно. А вы знаете, кто такой Оскар Уальд? Конечно, да. Он говорил, я о вас только просчитал негативу разного, то я бесспорно уверен, вы хороший человек. Ну все тогда. С Бога жду, давайте. Я рад, что вы пришли, благодарю вас за беседу. Я вас тоже благодарю. Вы, может, родные, близкие, кто с вами будут, любые вопросы. Продолжение следует...